Кормить во время болезни человека, это значит кормить болезнь. Какие есть доказательства тому, что голод работает? Улучшаются когнитивные функции, снижаются риски многократно болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона. Это такая аутотерапия с воловыми собственными клетками. Ой, там же холодильничек, может быть, там лежит мое заветное яблоко. Голод – один из самых испытанных методов. А почему бы и не попробовать, собственно говоря? Выдержать испытания голодом может далеко не каждый, ведь это сильнейший стресс для организма. Но иногда результаты голодания превосходят все ожидания. Специалисты по старению считают, что кратковременные периоды голода могут продлить жизнь. А еще иногда мы слышим истории о том, что кто-то победил неизлечимое заболевание голодом. Нам стало интересно, как это работает и кому показана такая терапия. О том, как правильно голодать, поговорим с нашей гостьей Юлией Голановой. Доктор, здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, вы ведь изначально врач от ариноларинголог, но сегодня вы здесь, в этой студии, как специалист по здоровому питанию и специалист по голоду. Как так случилось, что эта тема вас зацепила, как врача и как человека? Ну, во-первых, я уже получила дополнительное образование по антиэйдж, вот такой стратегиям, и по нутрициологии, и даже по расстройствам пищевого поведения, потому что действительно много тем необходимо для того, чтобы поддерживать здоровье, не навредя себе. Тема голода меня, на самом деле, очень давно интересовала. Еще когда-то в юности, я помню, читала книги Поля Брега, как-то в это все поверила. И даже был у меня период, когда я поэкспериментировала. Но это был подростковый возраст, и сейчас я бы, например, никому бы не советовала до достижения даже 21-23 лет пробовать вот такое голодание, потому что достаточно сложный, стрессовый такой механизм может сработать, кортизол может повыситься. Но тогда мне это все нравилось, и я тоже экспериментировала. Хотя тоже в дальнейшем услышала много очень мнений по Полю Брегу, и как и по специалисту действительно по голоду, и наоборот, как специалист, который немножко там что-то мошенничал и со своим даже возрастом привирал. То есть мнения есть разные, но тем не менее, книга для меня была потрясающе интересной. И в дальнейшем, пройдя долгий путь, как врач, я стала понимать, что не все у нас зависит, к сожалению, от препаратов. И стала давать обычные советы. Вовремя ложиться спать, соблюдать питание. Ну и так как я лор-врач, я очень много видела, например, заболевания ГЭРБ, когда у нас повышенная кислотность, и вот утром першение в горле, часто с такими жалобами пациенты тоже приходили. И давая простой совет не кушать на ночь, то есть увеличивая период ночного голода, я видела, что эти проблемы на самом деле можно решить просто питанием, не добавляя каких-то препаратов. Ну, я знаю, что, может быть, даже сейчас открою вашу личную тайну, но разрешите мне это сделать. Я знаю, что каждую среду вы голодаете. Среда для вас голодный день. Почему вы приняли для себя такое решение, и что в вашей жизни изменилось? У нас в этом году исполняется как 7 лет, как мы голодаем. Почему? Говорю во множественном числе, потому что голодаю со своим старшим сыном. Что произошло 7 лет назад? 7 лет назад я поехала в Лейпциг, в Германию, и мы на самом деле поехали для обмена опытом с лор-клиникой, которая там находится. Но в наших общих беседах принимал участие такой биофизик, профессор, который занимался изобретением лекарственных веществ, их регистрации и внедрял их в жизнь. То есть он там спасал, например, Африку от заболеваний, антибиотик какой-то придумал, и даже какой-то препарат от онкологии. Но при этом он так потрясающе выглядел, то есть красивый мужчина, широкоплечий, мускулистый, в обтягивающей футболке под пиджаком, то есть прямо вот красавец мужчина, голливудский такой актер. И меня все время подталкивала локтем переводчица, которая русскоговорящая, она говорит, обязательно спросите, сколько ему лет, вы очень сильно удивитесь. Ну, я думаю, неужели мне так легко, как врача, удивить, но вряд ли я удивлюсь. Но тем не менее, я ему задала такой вопрос, а сколько вам лет? На что он ответил, что ему за 70, то есть я сейчас точно цифру не вспомню, 72 или 73, но я как врач понимаю, что в этом возрасте, ну, должна быть какая-то саркопения, то есть должна быть какая-то дряблость мышечная хотя бы. Я уж не говорю о том, что кожа должна по-другому выглядеть. Он был, конечно, седовласый, поэтому я не скажу, чтобы я подумала, что ему там 40 или 30, но тем не менее, это действительно меня впечатлило. И в такой беседе приватной я у него спросила, слушайте, доктор, признайтесь, доктор, профессор, признайтесь, пожалуйста, может быть, вы принимаете препараты какие-то, которые вы сами изобретаете, может быть, есть та самая волшебная таблетка молодости, вот о которой никто не знает. На что он сказал? Что природа, она очень мудрая, в нашей жизни, вы, говорит, можете наблюдать, что все очень циклично и все очень противоположно друг другу. Например, есть лето, есть зима, есть день, есть ночь, есть еда, а есть голод. Но вот этот период голода нами упускается. Вот сейчас, когда у нас такой период изобилия, он выпущен из внимания, а период голода, он не менее важен, чем прием пищи. И вот эта цикличность в еде, она тоже должна наблюдаться. А мы, к сожалению, бывает и засыпаем поздно, и едим где-нибудь после 12, и утром рано просыпаемся, поели. То есть и вот этого периода голода фактически нет. Плюс у нас еще сон слегка нарушается из-за того, что мы все время едим, потому что глюкоза, вот это вот колебание глюкозы у нас будет. Поэтому вот он меня очень сильно впечатлил. Он действительно сам практиковал голодание, как еженедельное, так и краткосрочное. Еще раз, он каждую неделю голодал 24-36 часов, и раз в полгода голодал по 2-3 дня. Ну вот мы к 2-3 дням так не совсем пришли, иногда бывает такое, но пока не пришли. Но тем не менее решили тоже внедрить вот это 36-часовое голодание. Слушайте, это все на самом деле очень интересно, и много вопросов и по интервальному голоданию, и по вот этому целому дню голоданию в неделю. Но я хочу у вас спросить, вообще я очень рада, что вы как врач доказательный, доктор, да, пришли сюда и говорите о науке голода. Что мы знаем вообще сегодня? Какие есть доказательства тому, что голод работает? Тому, что голод может, например, избавить человека от тяжелого заболевания или от каких-то проблем, ну, любых, связанных со здоровьем? Что мы знаем, что доказано наукой? Наукой, на самом деле, голод – это, наверное, один из самых испытанных методов. Действительно, в период истории мы неоднократно голодали, и голодом лечил еще Гиппократ, например. И мало того, у него такое интересное есть изречение – кормить во время болезни человека – это значит кормить болезнь. Ну, и мы действительно сами можем на себе ощутить, когда нам плохо, когда нам надо восстановиться, нам не очень-то хочется кушать. То есть у нас, как правило, тошнота, какое-то недомогание, и нам бы полежать. И вот этот постельный режим очень плохо сочетается с перееданием. Поэтому и действительно эти механизмы работали еще тогда, когда не было лекарств, и Гиппократ, как основное лекарство, советовал поголодать. Самое простое, самое доступное средство. И доказательств тому очень много. То есть действительно меняется метаболизм. Механизмы очень сложные. Я не буду в них глубоко внедряться. Спасибо. Да, сразу за это большое спасибо от меня и от наших зрителей. Чтобы не отпугнуть. Но меняется метаболизм на всех уровнях. И метаболизм белков, и жиров, и углеводов. И это очень важно, потому что падает тощаковая, например, глюкоза. То есть утром, у кого повышенная глюкоза на тощак была, вот она будет ниже. Снижается давление. Почему? Потому что организм начинает экономить силы. И немножко замедляется обмен веществ. То есть падает и температура тела слегка, поэтому может немножечко так вот прохладно показаться. То есть может немножко знобить, особенно когда только начинаете голодать. Но основные механизмы, они, конечно, вот такие очень тонкие, молекулярные. И они ведут к улучшению обмена веществ. По всем показателям. По глюкозе, то есть по углеводам. По липопротеидному профилю. Это вот, например, тот самый повышенный холестерин, который очень часто трудит. Если человек здоровый, вот что с ним делать, с этим холестерином. И голод, он меняет профиль в лучшем направлении. Снижая плохой холестерин, липопротеиды низкой плотности. Повышая хороший холестерин, который действительно нам нужен. И очень много механизмов. То есть он фактически действует на воспаление, снижает воспаление в организме. Именно поэтому он широко используется. И физпитание, например, применяли для лечения ревматоидного артрита. Для лечения суставного синдрома. То есть падает воспаление как таковое. Очень хорошие результаты, например, на лечение псориаза или экземы. На лечение бронхиальной астмы. Потому что первое, это снижается, действует, наверное, как элиминационная диета. То есть мы ничего не кушаем, не добавляем каких-то аллергенов новых в организм. И в то же время доказано, что во время голода, вот этот гормон голода, который у нас есть, про него очень много сейчас говорят. И действительно сейчас это некое новое такое, там 2-3 года последний грелин, он повышается. И он увеличивает плотность клеточек в кишечнике. Вот эти связи между клетками друг с другом. Тот самый синдром дрявого кишечника, которым очень многие слышали, не знают, может быть, что это такое. Но тем не менее, вот этот синдром голода тоже снижается. Потому что грелин, так скажем, делает более прочными связи между клеточками. Не пропуская какие-то крупные молекулы, которые могут вызвать аутоиммунную какую-то агрессию внутрь нашего организма. Ну и в принципе я хочу сказать, что многие заболевания спектр широкий и сердечно-сосудистый. Потому что мы понимаем, что давление будет снижаться. Естественно, либо протеидный профиль улучшился, значит, будет меньше бляшек в сосудах образовываться. Это и желудочный кишечный тракт, это болезнь крона, потому что она тоже вот такой синдром дрявого кишечника. Это и, как я уже сказала, герб, это и жировой гепатоз печени, который тоже часто ставят, когда повышается вес, как правило, уже жировой гепатоз, он присутствует. И вот этот выход жира лишнего из печёночных клеток, он тоже происходит. Очень интересный эффект грелина, то есть голода фактически, на головной мозг. Улучшаются когнитивные функции, снижаются риски многократно болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, то есть вот таких сложных заболеваний, каких-то видов деменции, например. И, в принципе, и голод тоже применялся при лечении даже психических заболеваний, при шизофрении. То есть вот это удивительно, всё слушает, но тем не менее, вот такой огромный спектр заболеваний. Сложно действительно представить себе человека без какого-то того заболевания, что вы перечислили. Это и кардиологические пациенты, ревматологические, психиатрические, да, получается, гастроэнтерологические и так далее. Скажите, пожалуйста, Юлия, а есть ли те люди, которым голод противопоказан? Конечно, есть. Когда я начинала голодать, на самом деле мы вот с сыном регулярно стали голодать, я начала понимать, насколько это тяжело, ну, действительно, входить вот в этот голод, привыкать к нему тяжело. И я его никому не советовала, потому что кто бы ни пытался к нам присоединиться, а такие попытки были и неоднократные, всем казалось, ой, но я на работе почти ничего не ем, да, там 2-3 перекусы, что-то чай, конфетка. Я точно смогу, я до вечера ничего не ем, а там пришёл и спать лёг. Никто не выдерживал, потому что действительно очень сложно вот выдержать первое время вот такого голода, ощущения дискомфорта, ощущения слабости какой-то, когда работать нужно. Поэтому мало кто к нам на самом деле присоединился. И далее, когда я вот эту улавливала информацию, которая есть вокруг голода, меня, конечно, это продолжало интересовать, почему я начинаю чувствовать себя лучше, где эти самые механизмы, которые включились уже у меня, я поняла, что всё-таки есть много противопоказаний. И самое, наверное, главное противопоказание – это расстройство пищевого поведения. То есть как раз там, где мы можем голодом навредить, потому что голод – это основной триггер, пусковой механизм расстройств пищевого поведения. Это нервная анорексия, булимия, это компульсивные переедания, то есть вот такие периодические. И вот там как раз вот расстройство пищевого поведения, удивительно, но факт, они лечатся едой. Как бы нам ни казалось странно, да, вот когда мы там переедаем компульсивно, а это лечится едой. То есть если человек может съесть за один приём пищи полторы тысячи калорий больше, а может и там 4-5, значит его надо лечить едой, его надо регулярно и очень дробно кормить. Кроме того, голод противопоказан при мигрене, например, ну той мигрени, которая связана как раз с голодом. То есть у кого она возникает на голод, этим тоже пациентам голодать нельзя. Ну и, конечно, беременные женщины, дети там до, я бы даже сказала, 21-23 года, вот пока рост не закончился, чтобы мы каких-то не создали дефицитов макроэлементов, тех же белков, которые нам очень важны для функционирования. И я бы, наверное, не рискнула в позднем возрасте, то есть там 70+, например, если никогда не практиковали, вот начинать в этом возрасте я бы тоже не рекомендовала. Скажите, пожалуйста, а онкологические пациенты, например, они могут попробовать практиковать голод? Ну, а онкология, как уже свершившийся факт, это, конечно, только в содружестве с лечащим врачом. Потому что, к сожалению, онкологические пациенты бывают кахихтичны, да, они бывают истощены, когда вот онкология зашла далеко, либо такая агрессивная онкология, на которой быстро теряется вес, мышечная масса, вот там, наверное, нет. Хотя в последнее время очень много исследований по голоду и онкологии и доказано, что действительно, когда мы голодаем, либо снижаем сильно калорийность, прежде всего страдают злокачественные клетки. Мало того, злокачественные клетки, они ослабляются настолько, что становятся намного более чувствительны к химиотерапии. А у нас есть не только антибиотикорезистентность, у нас еще есть химиорезистентность у пациентов, например, которые страдают онкологическими заболеваниями, к сожалению, она есть. И вот было доказано, что голод в 20 раз повышал чувствительность опухолевых клеток вот к этому агрессивному фактору химиотерапии. И при этом, что самое интересное, вот такое дифференциальное воздействие голода, здоровые клетки при этом, наоборот, уходили от повышенного токсического воздействия химиопрепаратами, то есть они становились более устойчивыми, потому что у них механизмы, вот эти, они быстрее метаболизм перестраивают здоровые клетки, они быстрее уходят от метаболизма глюкозы, а раковые клетки, так как они очень быстро делятся, и у них сломаны механизмы вот таких генов супрессии, они не могут остановиться, им вот нужна именно глюкоза для того, чтобы пролиферацию обеспечить. И было доказано, что да, и метастазирование снижается, и рост самой злокачественной опухоли, но считать это полноценным лечением ни в коем случае нельзя, то есть, конечно, это без лечения в онкоцентре, ну, невозможно вообще рассматривать, поэтому, конечно, все индивидуально, но, тем не менее, такие исследования есть. И я бы даже больше сказала, вот как раз там, где профилактика онкологии, вот сюда, в эту сторону надо смотреть, потому что даже если мы сегодня условно здоровы, и все прекрасно, но, тем не менее, мы с вами знаем, что каждый день у нас образуются все-таки вот эти самые клетки злокачественные, которые вовремя убиваются, иммунная система, иммунная система их видит. Так вот, оказывается, голод, он действительно способствует включению вот этих, то есть, самой аутофагии, термин сложный, но я думаю, уже на слуху у всех, то есть, самоочищение. Когда организм, вот мы даем ему паузу, очень важно дать паузу организму на восстановление, и во время этой паузы, естественно, не получая внешней какой-то пищи, он начинает перерабатывать поломанные белки, какие-то обломки, может быть, мембран, которые находятся внутри клетки, и клетка оздоравливается, но фактически съедаются патологические какие-то вещества. Кроме этого, запускается как раз гибель вот этих синесцентных, так называемых клеток, то есть клеток зомби, если попроще сказать, те, которые как бы умерли, они не вывелись из организма, не ушли из строя, да, вот этих клеточек, и создают такую патологическую среду, то есть, вся ткань начинает хуже функционировать, потому что вот эти клетки зомби, которые уже функцию свою не выполняют, но они остаются, и вот, к сожалению, у этих клеток зомби очень большой потенциал к перерождению в злокачественные, а голод такие клетки уничтожает. То есть, это вот прямо здорово, что мы действительно можем с вами профилактировать вот голодом такие... Это действительно прекрасная новость, и у меня есть все-таки еще один вопрос. Люди с лишним весом и ожирением, могут ли они надеяться на то, что, практикуя голод, там, раз в неделю, например, да, или интервальное голодание, они решат свою основную главную проблему с лишним весом? Вот, что касается ожирения, это, я бы тоже сказала, противопоказание к голодным дням, однозначно. То есть, никаких длительных периодов, даже там 24, часа 36, точно нет, потому что ожирение – это уже заболевание, это уже запущенный механизм патологии метаболизма. И здесь тоже дробное питание, это вот как раз, когда споры возникают, да, питаться дробно часто, нужны перекусы, не нужны. Так вот, когда есть ожирение, перекусы нужны, как раз для того, чтобы человек избавился от лишнего веса, чтобы у него не было замедления обмена веществ. Нам вот в периоде ожирения нельзя замедлять обмен веществ. И это как раз было доказано, что вес не только возвращается, вот этот голод, он запускает, вот этот синдром йо-йо такой, да, вот этот, когда отскок, то есть мы вроде как похудели, безусловно похудеет, он будет на голоде, все худеют. Что делать, чтобы похудеть? Если спросить у маленького ребенка, он точно скажет, не есть, и будет прав. Но тем не менее, потеряв какую-то вот эту массу, вернувшись к обычному питанию, к сожалению, человек наберет больше, то есть он начнет поправляться иногда на полутора тысячах калорий. Вот казалось, потому что замедлил обмен веществ организм. Плюс вот эти запасы жира, которые именно у ожирения, они не видны организму, их очень трудно включить в метаболизм обратно. Поэтому я бы не рекомендовала. И именно это было замечено вот в фиц-питании, когда они лечили голодом. И там, где многие пациенты к их радости уходили без препаратов, да, уходили там от гормональной терапии, например, те же ревматоидные артриты, какие-то сложные заболевания сосудов, когда облитерирующий эндортрит, когда приходили с палочкой, а уходили без палочки и без лекарств. Но вот как раз пациенты с ожирением, радуясь вот этому большому сброшенному весу, например, минус 15 килограмм, возвращались через год уже плюс, например, мало того, что они возвращали 15, еще там 2-3 килограмма сверху. И это был бесконечный цикл. То есть вот этого эффекта йо-йо, когда ты отскочил и еще набрал. Вот, к сожалению, в ожирении это так. Поэтому здесь только со специалистами, только считая вот этот калораж, белки, жиры, углеводы, прямо отслеживая, там достаточно все сложно, но, естественно, возможно и нужно. Потому что первый, так скажем, один из способов и вообще в принципе в клинических рекомендациях, о чем говорится по ожирению, это сброс массы хотя бы на 5-10%. Для тех, кто собирается сбрасывать вес, я напоминаю, что на нашем канале есть хороший выпуск. С Региной доктор мы записывали, там можно услышать и узнать о том, как правильно начинать снижение веса, как питаться, чтобы сбросить лишнее. Ну что ж, мы понимаем, что голод это настоящее лекарство практически от любой болезни. А теперь давайте к самому интересному, да, если вы наконец-то решили, приняли решение, а почему бы и не попробовать, собственно говоря, с чего начать? Какой должна быть правильная подготовка к первому в жизни, возможно, дню голодания? Ну, во-первых, я бы все-таки рекомендовала не первый день голодания, а первые от 13 до 18 часов. То есть когда вообще включается механизм голода? Он включается на 13-часовом промежутке. То есть почему вот иногда, да, кто-то может сказать, ну я же ночью не ем, вот вам и голод. Нет, 13 часов должно быть не всегда, да, у нас есть даже 13 часов голода. Поэтому важно как раз, например, прекратить кушать там в 6 вечера, а начать только в 7 утра. То есть вот такой промежуток должен быть. И если человек только начинает, то достаточно длительное время, я бы порекомендовала побыть на интервальном голодании от 13 до 18 часов. 18 часов это такой некая точка, так скажем, безопасного периода голода. Ну, мало ли, какие у нас заболевания есть. Если мы не хотим перед этим идти к врачу, то, пожалуйста, вы можете голодать от 13 до 18 часов. И уже накопив опыт голодания, вы можете переходить там 24-36. Я бы не рекомендовала в домашних условиях больше голодать. Мало того, я бы даже не рекомендовала, наверное, более 24 часов голодать. Потому что это достаточно сложно и могут быть какие-то непредвиденные эффекты. И плюс, если вы тяжело переживаете сам период голода, хотите все время есть, то это еще и кортизол, это тоже гормон такой старости. Поэтому не рекомендовала бы в домашних условиях практиковать долго. Сначала тренировка длительная. Что касается подготовки. Если вы голодаете 13 часов, особой подготовки не нужно. Потому что период, в принципе, такой достаточно физиологический. И он выпадает на ночь. А если вы начинаете голодать 18, 24 или 36, то за сутки до этого периода вы должны перейти на такую растительную диету. Можно, в принципе, добавлять молочное. Если уходить на более длительный период, то докторам скажут и молочку тоже нельзя. То есть вообще животный белок исключить, остаться на растительной диете. Это могут быть приготовленные на пару овощи, отваренные, запаренные каким-то еще образом. Либо это салаты могут быть. И фрукты, то есть фрукты, овощи. И когда вы выходите после периода голода, то же самое. Не надо нагружать себе белком животным сразу. А дайте немножечко себе, так скажем, восстановиться. Ну, еще раз, до 18 часов, в принципе, первые два приема пищи без белка. А с третьего приема пищи уже можете белковую пищу принимать. Но если чем длиннее период голода, тем больше период восстановления. То есть вот это мы должны понимать. Вообще в голоде очень интересно то, что полезен, и иногда полезен не столько сам период голода, как выход из него, как период восстановления. Потому что именно тогда, то есть период голода, что происходит? Мы экономим силы. Организм замедляет обмен веществ. Он перестает, на самом деле, клеточки перестают размножаться. И вот они аутофагией занимаются. Они как раз проводят такую генеральную уборку организма всего. И вот, кстати, слышала очень интересное такое высказывание одного из гипотологов, когда у него спрашивали, а какой лучше всего детокс? Да, вот сейчас же очень модно капельницы ставить, там какие-то вещества принимать и так далее. Может быть, какие-то антиоксиданты. Вот на что он ответил, я тоже запомнила эту фразу, она мне очень понравилась. Он говорит, вот лучший детокс для печени – дать промежуток. То есть вот нет ничего лучше, чем на воде, например, там 18 часов провести. Вот печень – это тот орган, который самовосстанавливается. Так вот, в период голода происходит такая чистка, да, вот такой детокс, вот то слово, которое мы привыкли слышать. А в период восстановления происходит как раз пробуждение вот наших стволовых клеток. То есть доказано, почему омолаживающий эффект в том числе? Это такая аутотерапия стволовыми собственными клетками. С возрастом активность стволовых клеток падает. А в момент выхода из голода, когда все это было в супрейсе, ничего было нельзя, да, поедали сами себя, вот потом, этот вот период восстановления, идет массивная вот такая активность стволовых клеток. Когда они замещают, вот синесцентные вот эти клетки зомби погибли, а стволовые клетки заместили, на их место как раз пошла какая-то стволовая клеточка, и здоровая, новая, молодая клетка образовалась. То есть это такой вот способ увеличить активность собственных стволовых клеток не менее чем в два раза. Отлично. Как долго длится этот период подготовки? 13-18 часов, допустим, месяц, два, три нужно готовиться к тому, чтобы провести голодание 24 часа. Ой, я бы рекомендовала на самом деле не торопиться и не менее полгода, например, поголодать по 13-18 часов. Может это будет 16, если вы почувствовали, что это, то есть в принципе вы в этом периоде можете сами добавлять потихоньку, да, но в этом периоде до 18 часов и не менее чем полгода побудьте на таком периоде. А далее уже будете увеличивать, то есть я бы не рекомендовала намного быстрее. Отлично, спасибо большое. Можно ли пить воду во время голодания? Если можно, то что это за вода, какая-то вода? Не то, что можно, нужно пить воду. То есть нам прямо очень важно с вами, мы же для чего голодаем? Это в общем-то для того, чтобы вывести все вредное из организма, поэтому надо дать возможность почкам нормально работать. Кроме того, в период голода падает артериальное давление, и если кто-то гипотоник, он может прямо слабость вот такую чувствовать. Поэтому вода, необходимо, конечно, пить воду. А сколько сразу, скажите, в два раза больше или столько, сколько ты всегда пьешь? Есть ли какие-то конкретные рекомендации по воде? Да, конкретные рекомендации. 33 миллилитра на килограмм массы. В обычном периоде, как правило, половина вот этого объема мы выпиваем за счет чая или кофе. И вот этот объем чистой воды сокращается в два раза. То есть 33 умножить на массу, разделить на 2. А так как мы в период голода не пьем ни чай, ни кофе, пьем только чистую воду, то, соответственно, мы так и пьем 33 миллилитра на килограмм массы. То есть вот этот объем воды, он абсолютно достаточен. Пожалуйста, вот его не меньше. Но если вдруг вы начинаете голодать, и на дворе жара, или там где-то вы на отдыхе, то, конечно, здесь надо еще, может быть, на 500 миллилитров добавить. То есть вот на вот это повышенное испарение. Это может быть газированная вода, например? Я бы рекомендовала просто чистую воду. Она может быть, конечно, газированной, но тем не менее, я бы рекомендовала просто чистую воду, негазированную. Если ее неприятно пить, бывает такое, что просто воду в себя очень тяжело. Не все могут пить. Вот в этом случае вы можете лимон, например. Не надо его съедать, но лимоном вот этот лимонный сок, он немножко ее смягчает, и вам будет проще выпить тот объем, который вам необходим. Если вы будете пить мало воды, то у вас будет болеть голова. Скажите, пожалуйста, Юля, еще такой вопрос, чисто психологический. Вот все-таки на этот день, когда человек принимает решение голодать, лучше ему остаться дома, это, допустим, его выходной, или все-таки отправиться по своим рабочим делам, чтобы не думать о том, что ой, там же холодильничек, может быть, там лежит мое заветное яблоко. Как легче? Как легче? Легче, когда вы начинаете голодать, на самом деле, и мы, когда начинали голодать, у меня была достаточно сильная усталость, и поэтому я знала, что мне там 7 вечера хотя бы надо быть уже дома, там лежать, не двигаться, и там даже телевизор было сложно смотреть, вот настолько тяжело. Поэтому если вы будете голодать постепенно, если вы привыкнете к 18-часовым промежуткам, а потом будете уже их увеличивать, вам это дастся легче. Сейчас, например, мне наоборот, легче, когда я занята, весь день там крутишься, не думаешь о еде, пришел домой и тоже там лег спать. Когда вы начинаете голодать, вам надо договориться со своим близким окружением, вам будет тяжело, например, готовить пищу, особенно когда вы будете переходить от 18-ти часам и дальше, вам будет тяжело, потому что вы будете, обоняние очень сильно обостряется, то есть вы будете чувствовать запахи еды везде, и вот это удивительно, потому что начинаешь понимать, что едой пахнет и в метро, и на улице, и от кафе, и вот этот запах корицы, каких-то булок. Даже в разговоре с человеком на каком-то близком контакте, там около метра, например, вы можете даже почувствовать, что он ел сегодня за завтраком, вот вплоть до такого обострение обоняния идет. Вот это может немножко усугубить вот ваше такое счастье от голодания. Поэтому на начало голодания я всегда договаривалась с младшим как раз сыном, что он готовит сам, разогревает сам, я на кухню даже не заходила. И мне так было легче, то есть мне не надо было. Сегодня, например, голодая уже так длительно, я на самом деле могу и дома оставаться, и голодать, я могу на работе голодать, я могу готовить в это время, я могу какие-то встречи в кафе, да, и взять стакан воды, и я не буду ни нервничать, ни кортизол у меня не будет повышаться. Я абсолютно спокойно переношу любой, я бы даже не сказала, я бы, наверное, даже не чувствую этот голод. Какие опасные состояния во время голодания должны дать понять человеку, что пора остановиться? Если вы чувствуете действительно какую-то необычно сильную слабость, если у вас очень сильно болит голова, потому что вот то, что мы говорили про мигрени, если у вас происходит, может быть, какие-то перебои в ритме сердца вы ощущаете, может быть, какой-то тахикардию на фоне снижения давления, просто у вас вот такое, вы меряете давление, у вас там 80 на 60, то есть когда прямо какое-то падение для вас нехарактерное, лучше остановиться и в следующий раз, например, попробовать снова. Что положительного в этом методе голодания, то, что если вы голодаете регулярно, то механизмы голода, из-за которых мы с вами голодаем, вот эти омолаживающие, оздоравливающие механизмы, они происходят все быстрее, то есть они быстрее включаются, они раньше начинают работать, если раньше они там не могли включиться и на 18 часов. Почему первое время тяжело переносить? Потому что организм тяжело перестраивает обмен веществ, он не понимает, что происходит. Раньше там достаточно было, например, гликогены, вот это поступление глюкоза все время была высокая, а сейчас гликоген, например, он закончился. Гликоген заканчивается на 12-16 часах, у некоторых до 24 его хватает, но тем не менее, может такое произойти, и организм чувствует сильную слабость. Но когда, чем регулярнее вы голодаете, тем быстрее он включает другой обмен веществ. А именно этот обмен веществ нам с вами поможет быть моложе, здоровее, активнее, даже вот и в физической форме другой. Самый главный, наверное, от меня вопрос, когда ждать результатов вот этого от всего. Вот, допустим, человек полгода, 18 часов, каждый день строго ничего не ест, только чистая вода. Когда ждать результатов, какие они, и можно ли их как-то зафиксировать? Конечно, можно. Я бы рекомендовала перед тем, как вы начинаете голодать, вообще пройти такой чекап, да, посмотреть биохимические анализы, сделать там ЭКГ, например, и так далее, сходить к врачу, померить давление артериальное, то есть зафиксировать, от чего вы отталкиваетесь, с чего вы начинаете. Мы, так скажем, я и мой сын заметили первые результаты, на самом деле, через год. Возможно, они пришли раньше, потому что мы их не проверяли, но так как мы раз в год проходим медосмотр в медицинской клинике, то вот по этим самым результатам мы увидели. Я очень длительное время была, несколько лет до начала голодания, я была с лейкопенией, то есть такое, так скажем, даже это не заболевание, состояние, когда очень мало лейкоцитов. Это говорит о том, что снижен иммунитет, и, как правило, когда я обращалась к врачу-гематологу, он говорил, ну это синдром большого города, что вы хотите, да, то есть как бы ничего страшного, вы уже не часто болеете, значит, живите дальше. Но через год, сдав кровь, я поняла, что у меня впервые нормальные цифры лейкоцитов. И действительно, вот эти гемопоэтические стволовые клетки, потом я много об этом читала, думаю, где этот самый механизм, вот эти стволовые клетки, они после периода голода, они работают лучше, и они действительно восполнили вот этот дефицит, который у меня был до этого, но не менее 10 лет уже. Что еще я заметила? Я заметила, что у меня пропал синдром хронической усталости. Когда встал, ничего не делал, уже устал. То есть действительно стало намного больше энергии. Больше, один из, знаете, основных немедицинских эффектов от голода, вы начинаете другое совершенно удовольствие получать от еды. То есть не от количества поглощенной пищи, а именно от еды, от удовольствия от выпитой чашечки кофе, удовольствия от какого-то даже небольшого салата, потому что в вашей жизни появился голод. И это здорово, потому что вы забываемы вот эти ощущения радости, так как мы едим очень часто. А когда мы включаем голод в свой распорядок недели, то у вас появляются другие совершенно ощущения. Многие люди на самом деле сейчас принимают таблетки, какую-то терапию, будь то терапия, например, для лечения заболеваний щитовидной железы или кардиологических каких-то состояний. Как вы рекомендуете относиться к медикаментозной терапии? Мы ее отменяем, оставляем, каким-то образом контролируем или что? Ну, я бы рекомендовала все-таки пробовать голод, если вы абсолютно здоровы и не принимаете никаких препаратов. Если у вас есть фоновые заболевания, обязательно дойдите до своего врача и посоветуйтесь. Вот этот период 13-18, в принципе, он ничего глобально не поменяет и ухудшений никаких не будет. Но если вы переходите к более длительным периодам, конечно, это должно быть под наблюдением врача. И я бы даже не рекомендовала вот в таком случае, если есть какие-то препараты, которые применяете, делать это в домашних условиях, даже 36 часов. Сейчас достаточно много центров, которые занимаются лечебным голодом, и обратиться туда и там под контролем специалиста, где будет каждое утро, вечер измерять давление, тачковую глюкозу и так далее. То есть будут за вами наблюдать. Это очень важно. Во время голода, особенно длительного, лечебного, так называемого, для которого мы иногда в стационар ложимся, который 3, 5, 7, иногда больше дней, ну вот около 7 примерно я посмотрела по статистике, средний такой период голода, который предлагается. Вот во время этого периода голода, да, действительно, пациенты перестают употреблять иногда лекарства, потому что незачем, да, потому что давление нормализовалось, потому что там, например, сердце, там каких-то болей нет и так далее. Но, тем не менее, это точно должно произойти под контролем врача, только вот не самостоятельно. Вот эти моменты очень такие критичные. Скажите, пожалуйста, какие основные ошибки совершают люди, впервые решившие попробовать практику голодания? Я думаю, основная ошибка – это взять это с наскока. Вот я решил, я такой прочитал там где-то, да, и решил, например, сразу голодать там 24-36 часов, не узнав вообще, какая подготовка нужна. Мы на самом деле в свое время, вот несмотря на то, что я врач, мы совершили такую ошибку, и очень длительное время тяжело переносили голод, не могли понять почему. Да, действительно было очень сложно, да еще 36, вот эту последнюю ночь, там просыпались, там и тремор в руках, и голова очень сильно болела. И обратившись как раз к специалистам института питания, у которых был такой опыт, они нам сказали, что «а что вы едите накануне?» Вот как раз сказали «исключите мясо», потому что мясо, к сожалению, оно долго находится в кишечнике, и вот эти токсины, которые раньше бы не всосались, когда вы голодаете, они могут всасываться, давать вам вот эту головную боль. Поэтому мы поменяли полностью диету до и после голодания, и поняли, что да, теперь мы намного легче переносим. И все-таки я бы не рекомендовала, конечно, даже вот учитывая это, у нас период адаптации к такому голоду происходил не менее 8 месяцев. То есть только через 8 месяцев мы поняли, что мы его переносим совершенно по-другому, уже легко, не хотим есть. А до этого, наверное, только вот. И я бы рекомендовала найти, конечно, себе соратника, компаньона по голоду, потому что если бы, наверное, не мой сын, и если не я у него, мы бы, наверное, уже бы расстались с вот этой полезной привычкой. Но так как в мысли всегда, ну как же, я же не одна, я же не могу подвести своего ребенка, и вот меня вот это всегда удерживало от того, чтобы там что-то изменить. Поэтому вот все эти 7 лет ни одного не было раза в жизни, чтобы мы пропустили этот голод. Даже когда едем отдыхать, например, все включено куда-то там на санаторно-курортное лечение и прочее, когда вроде бы и питание тебе предлагается, ты за него вроде уже и заплатил, но тем не менее мы всегда вот эту среду остаемся на воде. Да, действительно, большое спасибо. И я, зная вас довольно давно, могу сказать, что вы очень энергичный человек, что у вас очень много дел, любимых профессий, пациент, вы постоянно на ногах, постоянно на связи. И я могу, например, поверить в то, что в вашем случае действительно работает эта терапия. Друзья мои, мы узнали сегодня, что даже врачи обращаются к врачам для того, чтобы сделать свое здоровье качественнее и эффективнее. Пожалуйста, если вы решаетесь на эту терапию, не поленитесь, дойдите до своего доктора, спросите, хочу, можно ли мне и так далее. Если у вас остались вопросы, пишите их, пожалуйста, прямо сейчас в комментарии. Мы с доктором их обязательно увидим и дадим важные, полезные ответы. Я хочу поблагодарить вас, Юлия, за действительно интересный разговор. Я уверена, что для многих он станет инструкцией к такому здоровому образу жизни. Большое спасибо. Спасибо вам, Елена. Друзья, оставайтесь с нами и будьте здоровы. Мы обязательно увидимся в следующий понедельник. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова